Вслед за Тамбовом, Мичуринском, Рассказовым и Маршанском теперь приемная Тамбовской земли есть и в Котовске. Помещение небольшое, но для приема граждан подходит. Тут же на месте секретарь получает рекомендации, как вести работу с населением. Мы хотим, чтобы эти инициативы были нацелены немножко вперед, и именно с учетом мнения населения были более грамотно, комфортно, удобно реализованы для нашего региона. Напомню, движение Тамбовская земля зародилось на Тамбовщине минувшей весной. Инициативу общественников поддержал в Рио главы администрации региона Максим Егоров. Он неоднократно подчеркивал, что задача организации не дать чиновникам заболтать серьезные проблемы территории, помогать в решении этих проблем, а также собирать народные инициативы для развития региона. На круглом столе муниципального отделения общественной организации Тамбовская земля здесь, в Котовске, сегодня обсудили не просто насущные проблемы моногорода, но стратегию его развития. То есть, чем будет жить Котовск в ближайшие год-два. На традиционной для Тамбовской земли круглый стол собрались руководители моногорода, общественники, а также уважаемые жители Котовска. Главных тем несколько. Развитие индустриального парка, участие в федеральном конкурсе малых городов, а также строительство нового ледового дворца. Эти, а также другие инициативы горожан после обсуждения могут попасть в народную региональную стратегию развития. Свои идеи теперь любой житель может подать не только на сайт организации, но и высказать их лично, придя в приемную Тамбовской земли, которая будет работать в Котовске ежедневно на Советской 1А. Дмитрий Шапкин, Станислав Попов, Наталья Демина. Область новостей. Это инициатива.